С чего мне начать? Что мне делать? Друзья, в сегодняшнем видео первые 7 шагов для новобранца в стиле. Первый шаг. Одевайся для того тела, которое имеешь сейчас, а не для того тела, которое хочешь иметь. Мне постоянно присылают письма. Я сброшу 20 килограмм через полгода, может мне повременить с покупкой вещей, потому что через 6 месяцев у меня будет идеальное тело? Мой ответ – нет. Надо одеваться для того тела, которое у вас сейчас. Цель одеваться по вашему типу тела заключается в том, чтобы привнести баланс в ваш внешний вид, потому что вы хотите, чтобы люди сфокусировались на вас и на вашем сообщении, а ни на чем-нибудь, что не вписывается в общий образ и выглядит немного странно. Или что будет делать вас больше. Это наоборот привлечет к себе еще больше внимания. Люди просто не будут вникать в ваши слова. Второе – знайте вашего портного по имени. Почти вся ваша одежда должна быть подогнана по размеру, чтобы она отлично на вас смотрелась. Самая распространенная ошибка у большинства – люди, может, отнесут свой костюм, чтобы подшить. Друзья, отнесите вашу одежду личному портному. Ваши рубашки, джинсы. Да, джинсы надо подгонять по размеру. Новая вещь сделана, чтобы подходить большому количеству людей. Когда вы относите одежду портному, то он посмотрит на ваш тип тела и будет с ним работать. Одежда, которую он подшил, будет идеально смотреться на вас. А одежда, которая вашего размера, всегда выглядит выигрышно по сравнению с одеждой большого размера или зауженная одежда. Даже если ваша одежда хорошо сидит, то все равно могут возникнуть проблемы. Например, с рубашкой. Она может быть короткой и начинает вылазить из штанов. Или может у вас сверхактивный образ жизни и в течение дня рубашка может расправляться. Вы начинаете выглядеть как маффин. Так что, ребята, иногда даже портной не может помочь. Друзья, вот эта вещь. Подтяжки для рубашки помогут решить эту проблему с заправленной рубашкой и сохранить ваш вид опрятным в течение всего дня. Совет номер три. Изучайте и применяйте в жизни пирамиду стиля. Итак, у нас есть размер, функциональность и ткань. Давайте каждую объясню. Размер – это король. Любая одежда, которую вы покупаете, должна быть вам по размеру. На моем сайте сотни инфографик о том, как правильно подобрать одежду. Рубашки, костюмы. Друзья, когда вы носите одежду по размеру, то вы выглядите потрясающе. Если вы пропустили этот момент, то все остальное не имеет значения. Далее поговорим о функциональности. Вы должны одеваться соответствующе для каждого мероприятия. Так, если вы идете на интервью и вы работаете на складе, то не стоит надевать костюм на интервью. Это неверный выбор. Он не подходит для этого события. Обратите внимание, в чем люди ходят на работу. Убедитесь в том, что ваша одежда посылает соответствующее сообщение окружающим вас людям. Давайте поговорим о ткани. Я ставлю ткань последней, потому что я считаю, что можно пойти на компромисс в отношении тканей и строения одежды, когда вы только начинаете. Но когда вы начинаете получать уже хорошие деньги, то обратите внимание на вашу униформу, что вы носите каждый день и начинайте инвестировать в это деньги. Может это кэжуал одежда или джинса высокого качества. Быть может это красивые рубашки. Я не могу знать, какое именно сообщение вы посылаете в мир и какая ваша форма. Но постарайтесь развиваться в этом и инвестировать больше денег, выбирая одежду лучшего кроя и ткани. Лучше потратить чуть больше и получить лучше качество. Далее, думайте о взаимозаменяемости. Хороший пример для этого понятия это лего. Думаю, вы знакомы с лего с детства. Может кто-то из вас до сих пор собирает. Почему именно лего? Потому что вы можете взять набор из 1985 года и можете взять детали из 2018. И они будут подходить друг к другу. Потому что лего сделаны так, чтобы быть взаимозаменяемыми. То же самое насчет одежды. Когда вы покупаете одежду с фокусом на взаимозаменяемость, то вы можете купить, скажем, 3 пары туфель, плюс 3 пары брюк, плюс 3 рубашки и, скажем, плюс 3 пиджака. Итого 12 предметов. Из этих 12 предметов, если они хорошо подходят между собой, можно собрать 81 комплект. Следующий совет, это найди свою форму. Подумайте о сообщении, которое вы хотите транслировать в этот мир. И одевайтесь затем соответствующе. Найдите то, что работает для вас. Что-то, к чему вы предрасположены. Если вы молодой амбициозный адвокат, возможно, вы одеваетесь лучше любого в вашем бюро. Но кто вы? Что стоит за вами? Если вы адвокат в строительной компании, то от вас ожидают, что вы будете одеваться как адвокат. Вы должны надевать костюм и выглядеть лучше, чем большинство в вашей компании. От вас ожидают внимания к мелочам. Вы должны делать свою работу. Если вы художник, то подумайте над тем, как бы вы могли посылать сообщения окружающим. Может, своими очками то, что вы креативный. Может, выбрать нестандартную оправу. Друзья, задумайтесь над вашим посланием и найдите свою форму. Следующий совет. Знай, когда тратить и знай, на чем экономить. Большинство начинающих ребят в самом начале весьма ограничены в бюджете. У вас нет так много денег, чтобы потратить. Поэтому вы хотите получать максимальную выгоду из тех денег, которые у вас есть. Поэтому лучше собрать побольше денег перед тем, как инвестировать. Да, я называю это инвестицией. Возможно, вы хотите купить телевизор с большой диагональю. Но если вы купите себе подходящую одежду, возьмете себе униформу, то вы начнете выглядеть хорошо. И это может привести вас к повышению по карьере, что открывает дополнительные возможности. Вы сможете купить небольшой телевизора, целый дом. А это совсем другая цель. Конечно, я не знаю ваших целей, но я точно знаю, что вам необходимо сфокусироваться на вашей одежде. Если ежедневно носите костюм, тогда лучше взять что-то классическое, консервативное. Что-то, что не привлекало бы к себе много внимания и было бы взаимозаменяемым. Нужно потратиться на 2-3 хороших костюма и, конечно же, на хорошие туфли. Подумайте об уличной одежде. Если вы оказались в холодном регионе, то потратить деньги на хорошую куртку разумно. Так как вы будете встречаться и вести переговоры с людьми, они посмотрят на вашу куртку и сделают первое впечатление о вас, насколько вы уверены в себе или нет. Мой следующий совет – следите за вашей прической и бородой. Это настоящая рутина в моем понимании. Рутина – это система, которую можно подстроить и улучшить. Если с утра у вас нет никакой рутины, вы просто одеваетесь, то это сложно улучшить. Лучше задумайтесь, можете ли вы создать систему, в которой вы не будете действовать реактивно, а сможете выполнять и понимать, что вы готовы для выхода. Если вы собираетесь на стрижку и в этот же день у вас интервью, вы сходили постричься, а потом смотритесь в зеркало и не узнаете себя, это сразу отражается на вашей уверенности в себе и затем переходит на интервью. Надо быть готовым, а этого можно достичь, обладая системой привычек. Рутина, о которой вам даже не надо думать, и вы можете ее улучшить в любой момент. У вас появилось раздражение на лице или сыпь после бритья. Если бы у вас была система, то вы бы знали, что для вас подходит опасное лезвие или станок с двумя лезвиями. Если вы найдете то, что для вас подходит, то вы сможете избавиться от таких неприятных моментов. Хорошо, друзья, теперь ваша очередь. Я хочу услышать от вас в комментариях к этому видео, что я упустил и какой совет вы можете дать новобранцам в стиле.